Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро и благословенного дня! Дорога, которую нам надо пройти, это дорога жизни. Это не просто дорога в день, это дорога в жизнь, но она складывается из тех дорог, которые с каждым днем мы с вами проходим, преодолеваем, берем рубежи. И поэтому сегодня мы тоже на перекрестках дорог нашей судьбы, где важно нам обнаружить тех, кого Бог нам дает. Но вы знаете, что далеко не всегда тех людей, кого мы встречаем, это дает нам Бог. Это бывают люди, которые сами выходят, это люди, которые на что-то рассчитывают в этих взаимоотношениях, и поэтому пусть нас Бог снабдит тем даром, который написано «развлечение духов». Это особый дар в Новом Завете, который отмечается как способность распознавать мотивацию и духовную природу, стоящую за человеком. Действия сами по себе, они, конечно же, потом вскроют любую природу. И по плодам их узнаете их, это как общий критерий, который дает Христос для всего человечества. Кто читает Евангелие, кто может как минимум понимать значимость этих слов. Но когда мы говорим о таком даре, как развлечение духов, то этот дар позволяет нам увидеть нечто больше и раньше, раньше, чем плод созреет, а только когда мы встречаемся. Встречаемся с человеком, начинаем слышать его сердце, начинаем понимать его духовную атмосферу. И вы знаете, это на самом деле бывает очень необычно, как это происходит. Может быть, этот дар вполне может работать в любое время суток, в любое время и сезонов, но бывают моменты, когда он обостряется, и вот работать может так, что ты даже не предполагал, что он заработает и вдруг зарабатывает. Когда бывает такое, в моей же практике были такие пару моментов, когда я слышала фразу, которая произносилась в этот момент совершенно в другом конце. Ну, либо там здание, либо города, да. То есть ты вдруг слышишь и думаешь, откуда это приходит. Ты понимаешь вещи, которые Бог тебя предупреждает о чем-то. И опять же, если твоя зрелость еще на нуле или небольшого размера, то ты можешь от этой фразы просто сконфузиться и думаешь, как такое может быть, зачем это мне надо слышать. Но если ты уже человек, которого Бог может с тобой как с другом разделить какую-то информацию, то именно для того, чтобы предупредить и защитить, а не для того, чтобы сейчас сделать тебя уязвимым. И поэтому то, что мы сейчас говорим про Сиву, это человек с двойным дном, это человек с опасными, так скажем, ценностями. И вот он вышел на дорогу к Давиду. И сказал царь Сиве, для чего это у тебя? И отвечал Сива, ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отроком, а вино для питья ослабевшим в пустыне. То есть слова, которые сейчас Сива произносит, очень хороши для Давида, который убежал, может быть, и мало чего успел взять. А тут кто-то, кто фермер, можно сказать, идет и предупреждает, что все в порядке, хорошо, у тебя все будет под защитой. И поэтому еще раз, друзья, я хочу совершить молитву вместе с вами о том, чтобы Бог нас защитил от, видимо, благополучных людей, которые сейчас могут предложить какое-то обеспечение, даже проектов, которые нам важны, но предложить это обеспечение с каким-то своим смыслом, с каким-то своим ожиданием, которое может разрушить дело. И поэтому да сохранит нас Господь. Потому что все, что мы вкладываем, как свои жизни на алтарь неба, пусть и люди, которые рядом с нами оказываются, они также будут класть себя и свое на эту же цель, высокую и значимую, не для того, чтобы контролировать потом кого-то, не для того, чтобы потом каким-то образом компромиссы вносить в судьбы людей. Вот от этого да защитит нас небо. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что наша молитва к Тебе, она всегда для того, чтобы нам жить под покровом, жить под защитой Твоих крыл, с пониманием сути вещей, кто мы, где мы, зачем и кто встает на нашем пути. И поэтому, если до сих пор да развлечения духов работал в нашей жизни не так открыто, не так ярко, то сейчас прошу Тебя, пусть он заработает больше, чем это было раньше, потому что живем мы в век особенный, живем мы в век непростой, чтобы различать опасности на пути нашем. Поэтому защити, благослови и сохрани каждого, кто вместе с нами по этой дороге прошел сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»